3 сентября в прокат выходит фильм «Москва никогда не спит». Об этой ленте и о кино вообще мы поговорим с сегодняшними гостями. Это Евгения Брик и Зоя Тодоровская. Здравствуйте, девочки. Прошу. Пойдем. Женя, я вот прочитаю сперва описание фильма, про который мы будем говорить. Предприниматель должен отставить свой бизнес, которому угрожают госчиновники. Раз. Начинающая певица разрывается между любовью и деньгами. Два. Знаменитый актер, которого похищают среди бела дня, наконец-то сможет побыть с собой. Три. Молодой человек ищет возможность соединить долг и собственные желания. Четыре. И, наконец, пятое. Ненавидящим друг друга сводным сестрам. За одну опасную ночь удастся найти взаимопонимание. То есть так мы видим Москву. Правильно? Я не читала такое описание. Хорошо, но вы снимались в этом фильме. Кого вы там играете? Вот певицу ту самую. Но я не могу сказать, для меня прям язык неважистая фраза. Она пытается найти, у нее сложный выбор между любовью. Это как-то прям совсем уж в лоб. Нет, я понимаю, что очень часто, когда читаешь описание фильмов, вообще бывает такое, что по описанию ты даже не понимаешь вообще о чем. Это так и не понял. Это что-то, просто какие-то сентенции. Ну, вам, если надо вот рассказать... Зоя, ты не видела этот фильм, про который мы говорим? Может, у Невы Слипс? Видела? Видела? Два раза. Расскажи, про что этот фильм, вот как тебе кажется? Кажется, что... Нет, ты... На маму не надо смотреть. Ты смотри на меня, и вот я у тебя спрашиваю. Мама в курсе. Про что этот фильм? Это фильм... Что... Про что? Мама там кто? Мама там певица. Мама там красивая? Красивая была. Мама вообще красивая? М-да. М-да. А ты красивая? Скромная. Да, очень скромная. Видите? А ты будешь актрисой? У тебя есть время подумать. Пока непонятно. Подумай на эти вопросы. Тянет в этом направлении. Значит, я так понимаю, что этот фильм не детям до 16 раз Зоя видела. Зоя, может быть, кто-то меня судит, но у нас особенный такой подход, потому что она смотрит фильмы совершенно разные, и у нее к этому интерес с самого детства. Я не буду говорить, что она смотрит какие-то взрослые фильмы. Я думаю, что да. Ну да, но она смотрит папиные фильмы, и «Стиляги» она, наверное, посмотрела, когда ей было 3 года. Потом она смотрела «Оттепель». Так. Вот. Нет, «Оттепель»-то это прям вот точно не... Ну, она не посмотрела весь, конечно, все 12 серий, она не посмотрела. Но у нее вот такой с детства интерес к кино серьезному, взрослому. Фильм «Чикаго», мюзикл. Она просто очень смотрит много мюзиклов. И, конечно, когда какие-то есть сцены, насилие или сцены, которые я ребенка не буду показывать, в этот момент я перематываю, я контролирую это, скажем так. Но вообще, в целом, меня поражает ее интерес к такому вот большому серьезному кино. То есть мультики она тоже смотрит, но это, скорее, такое что-то развлекательное. И она может рисовать параллельно, а когда она смотрит фильм... Вот, что касается «Москва Тэмс Липс», она первый раз смотрела на московском кинофестивале, и второй раз сейчас мы просто его представляли в Выборге, и я ей сказала, что мы уже видели, пойдем уже поздно, надо ложиться спать. Нет, я посмотрю второй раз. А почему ты второй раз смотрела? Потому что там мама играет? Не только, мне кажется. Ну, не только мама, просто давно была. Просто давно первый раз? А ты поешь, Зоя? Ну, так. Ну, так, ну как? Хорошо поешь, Зоя. Ну, да, хорошо. Очень скромность какая-то у нас прямо сейчас, я вижу. А ты вообще считаешь, что скромность украшает женщину? Нет. Нет, я тоже так считаю. У меня задатки есть вообще, я могу сказать, что для шести лет так оказаться в студии и, в общем-то, не стушеваться на сто процентов, это зачетно. Ну, вот, честно говоря, мне по описанию, возвращаясь к фильму, показалось, что это прям такой вот трэш-трэш. Прям вот чернуха такая вот, как у нас все ужасно, и там слоган, там, пора варить, как у вас принято. А мне кажется, нет, совсем вот это и обидно, что описание вызывает вот такое ощущение, потому что для меня это, когда я вообще читала сценарий, читала я его на английском, потому что Джонни написал его на английском языке. Да, наверное, конечно, потому что в итоге, что все равно для иностранца, для европейца, для американца, да, это есть момент, что они действительно не до конца понимают вообще вот эту вот нашу загадочную русскую душу. И здесь, наверное, есть как раз попытка вот этого, да, когда человек, умирающий, из больницы выползает и в последний день своей жизни хочет вот его провести вот так на полную катушку. То есть тут, я бы сказала так, что тут люди берутся в момент каких-то своих, ну вот просто человек стоит перед пропастью и должен принять решение. То есть экстремальные какие-то ситуации. Это у каждого, и все это происходит в один день, день города, и все эти люди связаны, они между собой в итоге все имеют друг к другу отношение. У Зои там любимый персонаж, это две сестры те самые, да, Зои, которые дерутся, которые выясняют отношения. Вот именно о чем я думаю. Вот именно о чем я думаю. Зоечка, а бабушка, для меня там самая трогательная история, и я, кстати, в последний раз, когда мы смотрели, повернулась, у тебя были слезы на глазах. Да, ты плакала? Нет. Там есть история. Нет? Ну, конечно. Ты плакала? Она очень чувствительная, она иногда так смотрит фильмы, и потом я ее успокаиваю. Там вот история про то, как бабушку отдают в дом престарелых, и как, наверное, такой вот момент есть у каждого человека, да, когда мы понимаем, что мы недостаточно внимания уделяем своим родственникам, бабушкам и все это. И вот Джонни там такой придумал линию, как люди, ну там уж совсем такая, да, абсурдная история, когда люди действительно просто отдали, а потом у них, у мальчика конкретного внука возникло ощущение, что он так не может, он должен ее забрать и провести с ней какое-то время. Вот. То есть моя героиня, она, я бы сказала так, она не делает выбор между вот быть богатой, знаменитой или быть любимой. Я думаю, что она просто тоже дошла до какого-то определенного возраста и понимания, что жить просто каждый день прожигая жизнь с любимым молодым человеком и ничего не делать так не может быть. Поэтому мы ее тоже заставим в момент, когда она уже приняла решение, с ним рассталась, но продолжает находиться тоже на какой-то вот грани, что может быть все-таки к нему вернуться, потому что то была действительно страсть и любовь. А это уже такое немножко от головы понимание, как надо дальше в жизни быть. Притом что я для себя думала, что она все равно, она любит этого человека, с которым она сейчас. Но он взрослый, он дает ей понять, чего ему стоит, это вот его играет Алексей Серебряков, чего ему стоит организовывать и ее концерты, да, то есть она находится немножко в таком подавленном. А, кстати, вот про Алексея я понять не могу. Он эмигрировал, да, в Канаду все-таки или нет? Потому что кто говорит, что уехал? Он находится здесь, я думаю, что он так же вот существует, как и я, собственно говоря, потому что он какое-то время проводит там, там дети у него ходят в школу, и вот у меня такая ситуация с Лос-Анджелесом, но работает он много здесь и живет здесь. А в Лос-Анджелесе вы исключительно из-за Азо или вообще просто Калифорния нравится? Скажем так, скорее мне нравится Калифорния, но в основном мы, конечно, из-за нее, потому что она там родилась, и она прожила там большую часть своей жизни, и сейчас она там ходит в школу. Вот вчера уже все пошли в школу, а мы еще здесь. Ну, у нас, да, у нас какие-то должны быть у нас преимущества. Так, когда мы зимаем, мы закрываем рот. Зоя, ты смотришь ведь в Америке кино на английском языке, да, или нет? Она и здесь, да, тоже смотрит на меня. Зоя, да, какое тебе любимое кино, скажи, вообще, вот на настоящий момент? Чтобы сейчас вот вместо того, чтобы с нами здесь сидеть, время, правда, позднее, но вот если бы тебе надо было посмотреть, сейчас не надо было, а вот, сказали бы тебе, посмотри какое-нибудь кино, какое бы ты посмотрела бы? Ну, мамин фильм. Мамин фильм? Мамин фильм, о, вот что значит вот эта вот американская политкорректность, то есть это, знаете, социально одобряемый ответ. Что же за это услышит зритель? Мамин фильм. Что, как бы это было? Оливер? Sound of Music? Да. А у мамы из маминых фильмов, какой самый любимый у вас, Женя? Из ваших фильмов, да. Стиляги, я думаю. Да? Да. Почему? Потому что это была самая успешная из работ, ну, я имею в виду и отзывы, и публики, и критики. Потому что, ну, это мюзикл, а такое вообще бывает, может быть, раз в жизни у артистов, особенно здесь. У нас вообще мюзикл, когда у нас в последний раз был мюзикл? 50 лет назад, настоящий какой-то, да, вот. И тут вдруг, просто Валера, он, вот, я настолько восхищаюсь, он... Мы говорим про Валерия Тодоровского, стополога вашего и отца. Про Валерия Тодоровского, да, мужа и отца Жуэй. Да, да. Он идет к тому, чего он хочет, и это может длиться много лет, потому что, например, со Стилягами вообще вся эта история придумалась, я не знаю, мне кажется, лет 15 назад, и не было тогда возможности снимать этот фильм. И он ждал, и переписывал сценарий, и шел к этому, и вот он это сделал. Дальше он хотел сделать фильм о своем отце, да, о том времени, в котором он жил и снимал кино. Но он сделал отцепель. Сейчас он снял фильм «Зоечка». Какой мы ждем больше всего фильм на свете? Что ты зеваешь? Большой фильм про Валерину, про ее жизнь, про Большой театр. А вы знаете, что у меня в истории с Стилягами непонятно, и вот вы мне поясните, было это так или нет, что там был какой-то перерыв в съемках, и вы быстро с тем же составом сняли тиски. Да, была история такая. А что это за история в подробности? Очень долго происходил кастинг, набирались артисты на стиляг, и когда уже все артисты были собраны, все равно еще очень много времени занимала подготовка танцев, песен, костюмы. Ну, было некое понимание, что это будут съемки, не знаю, через полгода, через 8 месяцев. У Валеры был сценарий фильма «Тиски», который ему очень нравился, и он захотел это снять. Это не то, что фильм снятый в промежутке, понимаете, вот где-то что-то расскажешь, а потом сухой остаток такой. Вот я поэтому и хочу понять, да, вот это в ваших словах прозвучало. Представляете, вот про мужа, который готовится по несколько лет, чтобы снять какую-то картину, сказать, что вот у него было несколько месяцев, поэтому он решил снять фильм «Тиски». Нет, конечно, он этот фильм бы снял в любом случае, просто еще так совпало, может быть, он бы его снял после «Стиляг», но все артисты, которые были на «Стилягах», подходили на роли в «Тисках». У каждого была прям своя ниша там, и они были полностью противоположны тем персонажам, которым мы играли в «Стилягах». И в этом какая-то вот, наверное, может быть, как-то мы какое-то создали непонятное, да, вот это ощущение, что и те же артисты в этом фильме и в «Стилягах», и что это снято в промежутке, но это совершенно не так. Это был, на мой взгляд, мне этот фильм очень нравится, были странные восприятия этого фильма, да, потому что там тоже наркотики, такая немножко история тяжелая, прям совсем такая драматическая. Но я считаю, что там для Максима Матвеева, вот для меня это просто вот открытие там было, и Федор Бондарчук там потрясающую роль, и того же Серебрякова Алексея тоже. Вот, так что, ну вот этот фильм Зоечка не смотрела. Почему ты не смотрела? Тебе не дали посмотреть? Я думал, что ты все мамины фильмы видела. Спать. Ой, как сладко. Сейчас у нас все зрители сейчас захотят на боковую на Зою посмотреть. А вот я как-то вот плохо себе представляю, как вот в этой модели, которую у вас, когда супруг режиссер, жена актриса, вот как вы обсуждаете работу, вот приходите со съемок, вы говорите там супругу, вот Валер, сегодня там вот была такая вообще лажа там, или что? Ну, или, ну, к примеру. Или нет? Нет, я понимаю, все, в принципе, так и представляют. Вообще представление у людей, когда актриса, жена, а муж режиссер, оно примерно такое, я уже за многие годы жизни поняла. Ну, понятно, что вообще-то я, у меня работа просто не бей лежащего, там на 10 лет вперед уже на меня снимают фильмы и все. Хотя вы видите, что, в принципе, это не так, и на меня не снимают фильмы, у меня есть своя отдельная работа, да, иногда мой муж меня приглашает на пробы в фильм свой. Вот на оттепле я проходила пробы на вот эту семиминутную вот эту сцену. Я считаю, что это единственный способ, в котором возможно существовать, потому что, а дальше еще есть представление, что вообще мы на кухне, там, поваривая суп, я говорю, не бери эту актрису, берету, указываю, сижу на пробах, вот так смотрю, и тоже говорю. Ну, есть такой стереотип, да. Вот, и что я прихожу, потом где-то там снимаюсь у себя, говорю, о, кошмар сегодня. Наверное, как сказать, естественно, я с ним обсуждаю, вообще мы с ним очень много, он со мной делится в первую очередь тем, что у него происходит, и я с ним. Но я как-то стараюсь все-таки его не нагружать очень сильно своей какой-то, да, вот, историей, тем, как я сейчас, как у меня проходят съемки, или как, скорее всего, мне нужна помощь в момент принятия решения некого, когда я прохожу пробы где-то, мне предлагают такой-то проект, иногда я ему даю почитать сценарий, хотя мне тоже его жалко, потому что у него очень много своих, вот, продюсерских проектов, которые, Зоя. Это уже игра пошла, это уже мы включили актрису, да, мы поняли, на что мы реагируем. Вот, и он по возможности мне помогает, советом, естественно, участвует, я всегда, мне очень интересно, что он сейчас делает, чем он занимается, читаю сценарии, не обязательно в которых я планирую себе роль заполучить, а просто, потому что, ну, мне кажется, все-таки жизнь мужчины и женщины гораздо важнее, чем жизнь режиссера и актрисы. Ну, знаете, разные есть мнения по этому поводу, и разные существуют модели. Просто вот я пытаюсь представить себе, там, вот, вашего супруга, когда он смотрит материал, когда он смотрит, он видел, кстати, Московного Союза? Нет, еще нет. Видел ли? Вот он же будет смотреть, наверное, не просто как зритель, и не просто как муж, который на свою супругу смотрит, но и как режиссер, который будет думать, что здесь бы я сделал бы иначе, ну, наверное, может же быть, чтобы вот все... Вы потом это обсуждаете? Обязательно, мне это очень интересно, и я всегда надеюсь, что он мне говорит правду, так же, как и он ждет от меня правды. Он ждет от вас правды? Да, да. Мне казалось, что Тодоровский человек, который, вот, ну, он ждет правды, если эта правда будет с элементами позитива. Мне казалось, что он крайне трепетно относится к тому, что, ну, назовем это критикой. Я бы не сказала. Все-таки я столько лет с ним, да, и не думаю. Может быть, я не знаю каких-то таких вещей, может быть, я не вижу, хотя вряд ли. Нет, это такое вот, ну, как бы, в среде. Мне не кажется, что для него очень... Естественно, конечно, это любому человеку неприятно читать плохие рецензии, но я никогда и не видела, собственно, чтобы Валера искал рецензии. Но я думаю, что если всегда есть на фильм положительные, отрицательные отзывы, это абсолютно нормально. Просто есть люди, которые потом годами это перечитывают, впадают в депрессию, я просто знаю таких режиссеров, которые просто им надо запретить читать, и на них это очень действует сильно. Но Валера, я думаю, это действует сиюминутно. Вот это просто есть в какой-то момент, ну, да, вот это такое мне. Потому что с Оттепелью было очень много моментов каких-то, что это все было не так в то время. Со стилягами, кстати, тоже я это помню. Я никогда не помню, чтобы... Но это есть такое понятие, как стилизация. Конечно, я не помню, чтобы Валера это вводила в какой-то... Да, вот с Тисками я помню, что он понимал, что этот фильм как-то многие не приняли, потому что для Тодоровска это вообще какой-то был фильм абсолютно... Ну, как был какой-то момент в Удиалоне, когда он вдруг взял и снял фильм, который мы прямо сидели и не понимали, как эти фильмы, которые со Скарлью Юханссом вот новые пошли, там, Сенсация, помните, Мочкой. Это был какой-то вдруг раз, и человек попробовал что-то другое. Я думаю, что Тиски это тоже было для Валеры какая-то совершенно новая. Вот он себе позволяет такие моменты, и я говорю, идет всегда к тому, что он хочет. Вот сейчас он снял, вот он ушел три года к фильму «Большой», сейчас он его закончил. Зоя, вот скажи, пожалуйста... Не ложись спать еще, пожалуйста, подожди. Ну, время как раз... Ей-то вообще положено просто спать в это время. Я-то кофе могу два литра выпить, а не спать. А ты кофе не пьешь? А пробовала когда-нибудь? А я начинаю пить. Я начинаю пить. Она просто... Я столько пью кофе, и Валера пьет много кофе, она мне говорит, я тоже хочу, и я ей пеночку снимаю, и кладу в молочко, и ей кажется, что у нее уже кофе. Тебе нравится? Да, я люблю такое. А ты вообще скажи мне, ты самостоятельная женщина? Не женщина. Ты не женщина, да? Хорошо. Ты самостоятельный человек? Вот эту майку кто выбрал тебе? Мама. Родители покупают, или ты сама шоттингом занимаешься? Родители. Папа и мама покупают. Папа и мама? Да? Нет, ну иногда что-то ты сама выбираешь все-таки, Зой. Да. Как, например, сейчас в городе Петербурге. Что ты выбрала? Расскажи. Что ты выбрала в Петербурге? Петербурген... А нам кокошник и рубаху, сарафан. А зачем нам кокошник? Зачем тебе кокошник? Скажи, пожалуйста. В Лос-Анджелесе своих товарищей удивлять? Да. Да? Нет. Нет? На день рождения. Ты хотела еще завтра его надеть. Я тебе напоминаю. Кокошник был для дня рождения. Вот мнение не очень понятно. В ситуации, когда ирландский режиссер по своему сценарию снимает фильм про Москву. И при этом у него, как бы, кто является его рецептором? То есть человек, который объясняет ему, что это так, действительно, это по-русски. Или он, как вы говорите, что он достаточно уже, вы его воспринимаете как соотечественник, по менталитету. Я думаю, что он и является уже рецептором. Хотя у него много русских друзей, да, но я вот посмотрела просто на его образ жизни. Поскольку мы вообще, у нас достаточно долго съемки были, мы останавливались, потом там снимали дальше. И мы с Джонни общаемся уже несколько лет фактически, да, вот Зоечка сейчас на английском с ним общалась. Он очень приятный, мне кажется, он талантливый человек. И он, скажем так, его круг общения, он уже достаточно сам может хорошо понимать. Не вот на уровне, что я поверхностно просто себе представляю, как здесь пьют, как здесь плохо, а где здесь хорошо. Что вот в центре Москвы живут богатые, а там где-то на окраине бедные. То есть мне все-таки кажется, это не на таком уровне. И в фильме, опять же говорю, я не могу, вот, наверное, что я, что Валера, как вы говорите, да, трудно сказать. Мы это будем объективно оценивать, вот когда он посмотрит фильм. Хотя я, опять же, надеюсь и всегда от него слышу, даже когда он меня критикует и говорит мне какие-то вещи. Я, наоборот, этому рада. Они просто мне сказали, ой, все хорошо, мне понравилось. Потому что у меня даже мама такая, она мне не говорит, доченька, звездочка моя, все хорошо, мне все нравится. Она приходит ко мне на спектакль, потом говорит свое мнение, приходит на фильм. Вот. Пока Зоя, вот, мне кажется, ей все нравится, что мы делаем с Валерой. Вот. Поэтому, может быть, я не объективно отношусь к этому фильму, и, может быть, я ожидала худшего. Я обычно, я такой человек, я настраиваюсь на самое худшее, и потом, мне кажется, что все не так плохо. Но, мне кажется, даже какая-то есть душевность в том, что я там вижу на экране, и в том, как, ну, там очень хорошие артисты, там Юрий Стоянов, там Алексей Серебряков, Алена Бабенко, да, Елена Сафонова. И меня эта история трогает. На английском, когда я это читала, это было очень смешно, потому что там фразы, например, такие, как «Ты хочешь поговорить об этом?» Мы потом старались избежать этого перевода на русском. Да, такой шаблон, да. «Ай, окей!» И вот это все. Все-таки это совершенно разные вещи, что написано на английском, и потом перевод на русском. Вот в этом сначала были. У нас вообще есть такая традиция, мы приютских кошек обычно пристраиваем зрителям во время эфира. Но сегодня вот мы сделали исключение, потому что мы знаем, что вы-то собачники. Зоя, расскажи про собак своих. Ну, ладно, просто у меня две собаки. Так. Я ничего не слышу. Я слышу? Две собаки, да. Как ты знаешь про них? А, хорошо, я про них знаю. Так. Просто они... Одна маленькая, одна большая. Так. Как их зовут? Ника и Малюта. И Малюта... Малюта большая? Малюта. Малюта маленькая. Малюта маленькая. Малюта маленькая. Чихуа. Чувава. 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 Это твои собаки или родительские? Мои. Твои собаки. А какая третья у нас будет? Такс. Таксочку. Таксочку, да. Еще у нас одна традиция. Мы финишируем игрой вправду. Значит, как это будет? Зоя, вот в этом красном мешочке есть четыре фишки. Достань одну и дай маме. Ладно. Ладно. Так. Ладно. Вот и быстро. Наконец-то пришли к финалу. Так, это желтая. О, янтарная. Женя, любую янтарную карточку, любую карточку желтого цвета. Зоя, давай ты выбери желтую карточку. Да, выбери для мамы карточку. Вот недолго думаю первую попавшуюся. Читайте вслух. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле или в кино? Да. Случалось? Один раз, да. Расскажите. Я должна это сказать? Обязана. Расскажи. Надо называть враговку. Это у меня только друзей. Ты скажи. Нет, ну мне стыдно. Дочь просит, расскажи. Это у меня есть оправдание, потому что я ночь не спала и готовилась к экзамену. Я тогда училась в институте. И мы ходили очень много, смотрели спектакли. Всегда, когда мы куда-то попадали, мы шли. И тогда был Гаммли в театре Сатириконе. И я помню, как мне было стыдно, потому что я смотрела изо всех сил. Но я вот так вот оказывалась, причем рядом со мной здесь сидели мои однокурсники. А вот именно куда я падала, сидел незнакомый человек. Ну вот со всеми делами. Наверное, там со слюной изо рта вообще. Вот это было, я запомнила на всю жизнь. Хотя это было, наверное, лет 16 назад. Интересно, да, что фильм, о котором мы говорим, называется, что Москва никогда не слип. Не слип. Никогда не слип, мама. Москва никогда не слип. Ну, я надеюсь, что в прокат 3 сентября выходит, что спать никто не будет на этом кино. Кстати, 3 сентября уже не день рождения. Это своего рода подарок будет. А вот сегодня день рождения, уже прошедший день. Можно сказать, что уже вчера был у Зои. Зоя, с днем рождения. С днем рождения вас, девочки. Спасибо. Вам спасибо. Так, теперь еще одну психику. Ха-ха-ха.